ребят всем привет значит некое пояснение к видео которое было у меня на латчике по натяжному ролику на 16-клапанных двигателях то есть плана сове улачете нубиру это дел такой ролик присутствует помните да какой есть у меня видеоролик как можно типа установить ремень без скажем так отпускание помпы кто-то мне писал смысл она помпой регулируется правильно завода регулируется помпой все это правильно выводишь по индикатору здесь стрелочки на этом натяжном якобы натяжном ролике вот но иногда бывает ситуация именно такая как сейчас у меня произошло поэтому я вам некое пояснение запишу то есть на данном двигателе менялись гидрокомпенсаторы то есть мы снимали с распредвалы до бугеля клапанная крышка несут теперь нам необходимо установить ремень грн то есть ремень менялся буквально есть у меня кстати тоже ролик по замене на данном автомобиле ремня вот поэтому тоже ссылочку в конце ставлю смотрите видео до конца то потом вопросы возникают ссылочки в конце видео последних 20 секунд идут ссылочки видео ссылочки значит вот у меня отпущены три болта вот один вот он крутится видите да отпущены вот второе крепление помпы вот третий хотел я сейчас установить как бы ремешок правильным способом при помощи отпускания помпы вот он ключик специальный сюда одевается я накидываю ключ до приваренная гайка на меня он даже вот на меня больше сдалека вот как я давлю он двигатель нас перекашивается то есть я не могу сорвать эту порту люди которые занимаются понимают что бывают такие ситуации она закисает типа ее банально приходится сбивать когда сбиваешь банально кромсаешь ее портишь поэтому вот именно в данной ситуации вот этот видео совет по натяжке данного ролика актуален то есть помпу я закручиваю дальше не трогаю снимаю натяжной ролик собственно говоря для этого нам и необходимо снять кронштейн подушки вот эту хрень снимается потому что два болтика вы открутите а нижней никак не подлезет не открутиться у вас и откручиваем снимаем сверлим отверстия делаем то о чем указано в том ролике на которой ссылочка будет сейчас где-то где-то он здесь надеюсь этот был полезен так по скрипту в общем вот такая вот картинка как можете наблюдать да в том видео я немножко в другом месте сверлил здесь вот прям в эту прорезь у нас вставляется наша закладная все ремешок накинут имеет пока некая прославленные места на и берем теперь папа все натяжка у нас пошла теперь время натянуты ну как обычно тут уже проверяем прокручиваем и собираем так ну все провернул два оборота меточки у нас в аккурат четенько стали видим друг на друга внизу четко все значит здесь у нас видите куда входил на шрифтик штифтик у нас заходил вот в эту прорезь вот сюда и за эту прорезь и держался вот сверленное отверстие все кто-то скажет что сейчас не по индикатору до ремень уже бушный поэтому делаем скажем так кошачьи ушки но сейчас они немножко разъехались обычно я делаю и кошачьи ушки грубо говорят сразу вот здесь вот за вот этим уголком сейчас времени чуть под растянулся чуть побегал сильнее тут натягивать особо не надо при прогреве двигателя он немножко натянется при прогреве самого ремешка ну и изрядно нельзя натягивать потому что будет быть залывать